КФУ и Пермский научно-образовательный центр заключили соглашение о сотрудничестве. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета открылась 19-я Всероссийская научно-практическая конференция «Литература ведения и эстетика в XXI веке». Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Аделина Зинатова. Ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова оставили под стражей до 21 февраля. Такое решение принял Московский городской суд. Ильшат Гафуров вину свою не признает, а оснований для вынесения приговора нет. Напомним, что в поддержку Ильшата Гафурова выступили сотрудники ВУЗа, главы районов, академики, врачи, общественники, в числе которых митрополит Казанский и татарстанский Кирилл, члены Общественной палаты Республики Татарстан, Советы ректоров ВУЗов, Советы по правам человека при президенте Российской Федерации, старейшины КФУ, ряд институтов ВУЗа и Фонд помощи тяжелобольным детям. В преддверии Нового года Генеральный консул Китайской Народной Республики господин У Инцинь встретился с китайскими студентами, обучающимися в ВУЗах Казани, в частности, в Казанском федеральном университете. В ходе общения Генеральный консул поздравил студентов с окончанием сессии, с наступающим праздником и передал студентам презенты – маски и китайский чай. В рамках подписания соглашения о сотрудничестве между КФУ и Пермским научно-образовательным центром «Рациональное недропользование» Казанский федеральный университет посетил и делегации Пермского края. Все подробности далее. Визит делегации Пермского края начался с унц-Айти-лицея КФУ. Экскурсию по нему провел директор Айти-лицея Ильдар Мухаметов. Гости побывали в учительской комнате, в которой был сделан ремонт, в видеостудии, где проходят записи видеоуроков для учащихся, в библиотеке в формате Open Space, которая работает с утра до вечера. Там ребята могут не только получить книги, но и готовиться к Олимпиадам, а также кабинет информатики и биологии. Лицейсты презентовали свои проекты, связанные с развитием родных языков, биологии, химии, созданием тактильных предметов для незрячих. Главной целью визита стало изучение опыта для создания общеобразовательных учреждений на базе университетов. Для меня очень ценно было посещение именно этого лицея, поскольку в 2022 году, 1 сентября, мы открываем сразу три лицея на базе трех наших ведущих вузов. Поэтому опыт создания лицея нам, несомненно, пригодится. Я уже понимаю, что нужно сюда приезжать, нужно, конечно, смотреть и детализировать что-то. Но, кроме всего прочего, у меня просто огромная гордость за нашу страну. Мы точно тут не конкуренты, мы все вместе, все вместе работаем на благо нашей страны. Напомним, IT-лицей функционирует на базе КФУ с 2012 года. Отработана довольно большая практика. Проректор Казанского университета по образовательной деятельности Тимирхан Алишев отметил, что Пермский край является одним из лидеров в России в сфере образования и науки. В настоящее время принимается решение о том, какие будут дальнейшие эти шаги. Они, прежде всего, связаны с созданием совместных лабораторий, совместных центров, следствий и так далее. Но в настоящее время мы обсуждаем также еще одну тематику. Дело в том, что в Пермском крае в настоящее время принято решение о создании школ в структуре университетов. Для них эта практика новая. И предполагается, что с будущего года три таких школы будут созданы в структуре трех разных университетов в Пермском крае. И сегодня делегация, которая к нам приехала в Ателице, она изучает практику функционирования лицея в структуре университета. Далее гости проследовали в главное здание Казанского университета, где они посетили музей Казанского университета и Ленинскую комнату. По словам губернатора Пермского края, в числе перспективных направлений совместной работы НОТ и Казанского университета находится нефтяная и газовая промышленность, одна из ведущих отраслей в Пикамье и Татарстане. Сегодняшнее соглашение, наравне с соглашением, которое вы подписывали с классическими университетами, я считаю, должно быть основой для того, чтобы мы дальше развивали межоригинальное взаимодействие, межузовское взаимодействие. Понимаю все-таки, что задумка создания НОТ будет успешной только благодаря тому, как мы на местах поработаем и, собственно говоря, поплатим те идеи, ради которых наши уважаемые коллеги в федеральном правительстве создавали научно-образовательные центры. В конце встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Пермским научно-образовательным центром «Рациональное недропользование». Официальный документ торжественной обстановки подписали глава Пермского края Дмитрий Мохонин и в Рио-ректора КФУ Дмитрий Таюрский. Соглашение подписано 25 января 2022 года в городе Казани. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Казанский федеральный университет с ознакомительным визитом посетили представители компаний ООО «Норке». В ходе мероприятия стороны обсудили перспективные направления для совместной работы и возможности долгосрочного сотрудничества. В День российского студенчества 25 января 2022 года в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылась 19-я Всероссийская научно-практическая конференция «Литературоведение и эстетика в 21 веке». Мероприятие приурочено к Татьяниному дню. Подробнее в нашем сюжете. Конференция проводится ежегодно совместным Министерством образования и науки Республики Татарстан и Казанским федеральным университетом. Название «Татьянин день» включает в себя два аспекта. Во-первых, это продолжение традиции педагогической деятельности доцента Татьяны Геллер, воспитавшей целую плеяду педагогов, ученых-филологов Республики. Разносторонняя научная и педагогическая деятельность Татьяны Геллер является замечательным примером для нынешних учителей, преподавателей и ученых литературоведов. Ведь какой самый главный урок для учителя? Конечно же, любить и уважать свою профессию. В течение вот уже 19 лет сегодняшней конференции, 19-е, 25 января, ну или около 25-го, 27-го, 23-го, 25-го, в зависимости от того, как там с кратными днями получается, проводится эта конференция. Во-вторых, 25 января – это день российского студенчества. В конференции примут участие ученики, учителя, студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели вузов России, а также сельских школ районов Республики Татарстан. Следует отметить, что количество и география участников конференции ежегодно расширяются. Перспектива я вижу в том, что каждый год у нас появляются новые участники из Москвы, из Ижевска, из Калмыкии сегодня были, они замечательно в своих национальных костюмах сразу выделяются среди других учеников. И таким образом конференция стала всероссийской. И даже в прошлом году у нас активное участие приняли участники из Казахстана. На пленарном заседании конференции были представлены три доклада, посвященные актуальным проблемам современного литературного процесса и литературоведческой науки. Участников конференции объединяет стремление к научно-исследовательской деятельности, желание соотнести свои научные изыскания с общей концепцией. Конечно, возродить вот тот кружок, который был при ней, кружок эстетики, это фактически невозможно, потому что тогда он решал вопросы на просто информации. Сейчас, в эпоху интернета, понятно, что такого ликбеза, который существовал раньше, не существует. Но в целом мы попытались, вот мы создали кружок совместно двумя кафедрами, силами двух кафедр, кафедр зарубежной литературы и кафедр русской литературы, который называется «Литература в контексте других видов искусства». В течение трех дней будет организована работа семи секций. На четырех выступят с докладами 55 учеников. На специальных секциях студенты, аспиранты и преподаватели расскажут о результатах своих научно-практических исследований. Учителя школ обменяются опытом в преподавании гуманитарных дисциплин. Каждый раз мы не просто формально проводим эту конференцию, а каждый раз действительно получаем удовольствие. Первое от того, что я сама ученица Татьяны Александровны Гейлер, ее дипломница, моя дипломная работа «Античные мотивы» в поэзии Александра Сергеевича Пушкина. И вот с тех пор она была моим добрым гением. И таких преподавателей, школьных учителей, преподавателей вузов среди участников конференции очень много. В ходе конференции будет проведен конкурс на лучшие ученические и студенческие доклады. Победители будут награждены грамотами, а их статьи по сложившейся традиции будут опубликованы в специальном разделе сборника по итогам мероприятия, что служит стимулом для совершенствования научно-исследовательской деятельности учащихся. Надежда Мещерякова, Амир Юлдашев, Универньюз. В КСК КФУ Уникс состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня российского студенчества. Более подробный репортаж смотрите в ближайших выпусках. На этом все. В студии была Аделина Зинатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!